Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать упражнения из Мартина Хьюингса. Это 82-й юнит. Здесь у нас инверсия с противопоставлением, то есть inversion with contrast. И меня интересует 82-1 упражнение. Здесь надо предложение, две половинки соединить в одно предложение и сделать инверсию или фразовое выделение с прилагательным. Значит, если мы не помним, что это такое или вообще не знаем, что это такое, ссылка на теорию в описании видео. Вот примерно схема, как это должно выглядеть. То есть на первом месте у нас прилагательное, дальше у нас do is, дальше subject, дальше main verb. Переводится оно точно так же, как обычно. То есть несмотря на то, что что-то было там чем-то, просто порядок слов будет немножко странный. Main verb у нас может быть stative, может быть модальным, может быть linking verb. То есть обычно это некие состояния, но оно и не мудрено, потому что у нас adjective. А с прилагательными употребляются обычно глаголы состояния. Ну а дальше запятая, здесь этого нет, дальше запятая и главное предложение должно быть. Вот примерно такая схема. Значит, здесь прямой порядок слов. То есть надо будет самим сейчас все это переделывать. Итак, первое за нас уже подумали. Вот у нас один и g. И что мы здесь имеем? It may seem amazing. Это может казаться удивительным. И далее. My brother John has just won the lottery. Мой брат Джон только что выиграл в лотерею. Теперь смотрим, как это выглядит при соединении в одно предложение. На первом месте прилагательное. Окей, вот оно у нас здесь. И вот оно у нас здесь. Amazing. Дальше по логике должно быть the или as. Это без разницы, что больше кому нравится. Здесь the. Ну окей, значит вот это первое, это второе. Дальше subject. Обращаем внимание, вот он здесь. Он переходит сюда на третью позицию. Дальше основной глагол, который модальный. Ну ради бога. Четвертая позиция, вот may seem, все. Вот это и есть наша инверсия или emphasis, как угодно. Далее запятая, а далее без всяких изменений. Абсолютно все то, как здесь вот написано, одно к одному переговаривается. Это главное предложение. Ну теперь попробуем свое такое же сделать. Значит, she was frightened. Она была напугана. И далее, скорее всего, там подлежащим тоже должно быть she. Это было бы очень логично. They were, ага, вот. She forced herself to pick up the snake. То есть, хоть она и была напугана, но она заставила себя поднять змею с земли. Зачем такие подвиги? Непонятно. Ну окей. Значит, первая позиция прилагательная. Окей. Значит, frightened. Пусть нас не смущает, что frightened очень сильно смахивает на действие. Дело в том, что frightened – пугать. А frightened – это first participle от frightened. То есть, это напуганный. И это на самом деле participle adjective. Да, это, конечно, adjective от participle, но это тоже не менее adjective. Он отвечает на вопрос какой. Далее, по идее, дальше у нас do должно быть. Ну окей, ставим do. Далее, после do у нас должен быть subject. У нас это she. Окей, she. Дальше главное действие должно быть. У нас это was. Здесь это глагол быть. Глагол быть вообще очень часто в таких предложениях. И всё. Дальше запятая. А дальше, как ни в чём не бывало, переписываем всё, что было. Вот это be. She forced herself. И всё такое. И дело сделано. Главное предложение не меняется. А здесь у нас adjective – первая позиция. The – вторая позиция. She – это subject. Третья позиция. И was – окоглагол. Main verb – четвёртая позиция. И вот это будет повторяться сейчас в каждом предложении. То есть, два у нас be. Следующее. Food became scarce. Еда стала дефицитом. Или, если уж на то пошло, еды стало не хватать. Итак, что мы имеем? It was actually quite tasty. Значит, несмотря на то, что еда была дефицитом, она действительно, или на самом деле, была достаточно вкусной. Ну, почему бы и нет? Ну, посмотрим, что здесь ещё интересного. They were very useful. Это вряд ли. They had never faced severe conditions. The company is still in financial difficulties. Ну, это явно не то. They always found enough to share with me. Ага, вот оно. Вот. Это is, скорее всего. Это не age. Здесь обманчивая ситуация, потому что food – it заменяется местоимением. Ну, в принципе, еда может быть вкусной, даже если она в дефиците. Но я не вижу никакого противопоставления в этом. Просто логика страдает. А вот, что они всегда находили, как поделиться со мной, это другое дело. Поэтому я думаю, что здесь и. И у кого есть ответы, проверьте, пожалуйста, по ответам. Итак, опять вся та же самая техника. Первая позиция – scarce. Ака – adjective. Далее, по идее, должно быть the или as. Ну, поставим as для разнообразия. Далее у нас должно быть subject – это food. И далее у нас become – became, то есть. И всё. Далее всё переписываем. They always found enough to share with me. И дело сделано. Опять первая позиция, вторая, третья и четвёртая. Всё точь-в-точь, как в предыдущем предложении. И едем дальше. Четвёртая. Альпинисты были опытными. Так, и чё там дальше? They were very useful. Так, ну это вряд ли. They had never faced such severe conditions. О, наверное, вот это. Они никогда не встречались с такими тяжёлыми условиями. О, как раз друг против друга они стоят. И опять всё то же самое. Ставим на первое место experienced, поскольку это прилагательное. Далее у нас do. Далее the climbers were. Или s. Поставим s. S просто коротенько. Его легче писать. И далее they had never faced. Всё переговариваем. Здесь нужно понимать, что вот эти предложения в переводе, emphasis или inversion, как угодно, это всё теряется. Мы не переводим этот порядок слов, и мы не переводим дословно, как оно есть. Мы не будем говорить опытные, как альпинисты были. Или опытные, несмотря на альпинисты были. Ну что это, это же бред полный. Мы так не говорим. Поэтому, когда такое предложение появляется, и если мы хотим сохранить emphasis, потому что в английском предложении, если мы видим inversию или emphasis, то есть фразовое выделение, это сигнал к тому, что автор очень хочет выделить эту мысль и обратить на неё внимание. И поэтому в переводе нам тоже как бы желательно обратить на неё внимание, как это сделать. Ну, используем все наши методы для выделения. Хоть бы какими не были опытными эти альпинисты, они никогда не сталкивались. Мы это делаем просто при помощи дополнительных слов, потому что иначе оно не получится у нас. У нас строй языка совершенно другой. У нас синтетический строй языка, и поэтому за счёт порядка слов у нас не получаются красивые вещи. Далее, пятое. The instructions first appeared confusing. Сначала инструкции или, как это сказать, ну да, пожалуй, инструкции или, может быть, руководство какое-то к действию сначала оказались запутанными или вводящими в заблуждение. Так, что же у нас тут может быть? They were very useful when I looked at them in detail. О, наверное, A. Ну, посмотрим ещё. She knew the examination would not be easy, но это явно не в тему. It was actually tasty. Ну, это тоже не в тему. Поэтому, скорее всего, у нас будет A. Опять же, у кого есть ответник, можно проверить. Я могу и ошибиться. Итак, опять всё та же самая песня. Единственное, что здесь как бы больше слов. Ну и что? Какая разница? Ищем прилагательное всё равно. Вот оно, confusing. Далее у нас subject instructions и далее appeared – главный глагол. Здесь возникает вот это first. Это adverb. Перед тем, как этот adverb куда-то пихать, задумаемся, а какое слово он характеризует. Потому что adverb очень часто не самостоятельная часть речи. Он характеризует другие инструкции. Наречие никогда не характеризует существительные, поэтому sorry. Наречие может характеризовать либо действие, либо прилагательное. От прилагательного оно слишком далеко стоит, чтобы его характеризовать. А вот с действием, если оно рядом, явно относится оно к действию. Значит, first appeared – это будет одно целое. Поэтому ставим на первое место confusing. Далее though – вся та же техника. Далее the instructions. И далее first appeared. Всё, дело сделано. Хоть инструкции сначала и показались сложными, и далее чего там. They were very useful, и так далее. Дальше всё равно ничего не меняется. Поэтому я, наверное, и писать всё не буду, ибо там и всё и так понятно. Ну окей, двигаемся дальше. Дальше шестое. It looked disgusting. Это выглядело мерзко. Так, что у нас могло выглядеть мерзко, интересно. The company still... Так, это явно не оно. She knew... Ага, вот это. Ну, it was actually quite tasty. Хоть выглядело и отвратительно, но на вкус было очень даже вкусным. Опять всё та же техника. Disgusting as it looked. Далее запятая. А далее it was actually quite tasty. Я бы здесь, наверное, поставила слово food, потому что it два раза не очень это красиво. Так лучше не делать. Ну, не будем сейчас усложнять. Но с точки зрения стиля, это не самое лучшее решение. И дело сделано. Опять, главное, предложение абсолютно никак не меняется. Ему фиолетово. Есть там эмфасис вначале или нет. Следующее. She felt confident. Она чувствовала себя уверенно. Так, ну я думаю, she knew the examination would not be easy. Она знала, что экзамен не будет лёгким. То есть, хоть она и чувствовала себя уверенно, но знала, что будет нелегко. Поэтому здесь F. И опять confident as she felt. И далее. Как там дальше? Я уже забыла. She knew the examination would not be easy. Ну, вот такое получается. Так. И последнее. Восьмое. The new products have proved successful. Их новая продукция оказалась успешной. Ну и, по-видимому, the company is still in financial difficulties. Но компания всё ещё испытывает финансовые трудности. Здесь, как говорится, без вариантов уже. И опять здесь куча слов. Не ведёмся на них. Ну, во-первых, здесь present perfect стоит. Поэтому и куча слов возникает. New products. The new products, точнее. Это subject. Да, он может быть большим. Ну и что? А successful – вот наше прилагательное. Поэтому не важно, сколько слов у нас в предложении. Важен порядок этих слов. Нужно вычленить сразу же главный глагол. Найти subject. Он всегда перед главным глаголом стоит. Ну и дальше найти прилагательное. Ибо с него мы начинаем. Итак, восьмое. Successful as… Я уже забыла, что там было. The new products have proved. Запятая. И далее. The company is still in financial difficulties. Ну, допишем уже. Пусть будет. Вот, собственно говоря, и всё упражнение. Несмотря на всю эту заковыристость, на все эти такие какие-то страшные вещи, вроде как сложно очень и всё такое, на самом деле ничего сложного здесь нет. Здесь просто порядок слов. Вообще говоря, вся сложная грамматика – это обычно просто порядок слов. Не более того, друзья мои. Поэтому не надо паниковать, если мы видим что-то очень длинное и устрашающее. Итак, скриншот всего этого по ссылке в описании видео. Напоминаю, что это 82-й юнит из Хьюингса, из «Зелёной книги». Ссылка на теорию, если эта тема вам не очень знакома или не очень понятна, оказалась, также в описании видео. Если у вас до сих пор нет книги Хьюингса, ссылка на телегу также в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.